1xbet – надёжный букмекер. Делаете ставки на спорт по самым высоким коэффициентам и зарабатываете больше. Устанавливайте приложение 1xbet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xbet будут всегда доступны. Только что завершился долгожданный бой между чемпионом EFC Коннором Макгрегором и легендарным боксером Флойдом Мэйвезером. Весь мир ждал этого боя, и вот, наконец-то он совершился. В первом раунде Коннор тут же начал активную атаку. Флойд, казалось, был на полном расслабоне. Макгрегор был более активным, а Флойд старался разведать ситуацию. Первый раунд, скорее всего, взял Коннор за счёт хорошего попадания апперкотом. В начале второго раунда Коннор зажал Флойда в углу ринга, но ненадолго. Было видно, что Флойд ещё не совсем привык к манере боя Макгрегора. Во втором раунде Флойд снова пропустил апперкот от Коннора, но в целом раунд был довольно равным. Третий раунд Коннор снова начал довольно агрессивно. Коннор поймал ритм боя, а Флойд было видно, что ещё полностью не включился в поединок. В третьем раунде Коннор выглядел очень даже неплохо, и, скорее всего, он взял этот раунд. Четвёртый раунд Коннор опять начал с наступления. Флойд по-прежнему старался закрываться от ударов и защищаться, но к середине раунда Флойд начал раскрываться и проводить хорошие контратаки. Этот раунд уже явно был за Флойдом. В пятом раунде Флойд начал наращивать темп, а Коннор уже выглядел немного подуставшим. Флойд старался сократить дистанцию до ближней, а Коннор пытался сохранить дальнюю дистанцию. В этом раунде бойцы часто клинчевались, и этот раунд был за Флойдом за счёт контроля ринга. В шестом раунде Мэй Уэйзер начал пробивать Коннора неплохими ударами. Стало понятно, что Флойд начал полностью контролировать этот бой. Коннор, конечно же, пытался огрызаться, но безуспешно. Раунд за Флойдом. В седьмом раунде Коннор никак не мог пробить защиту Флойда. Флойд постоянно наступал с высоко поднятыми руками. Коннор начал пропускать серьёзные удары. Под конец раунда Коннор уже явно был уставшим. Ещё один уверенный раунд за Флойдом. В восьмом раунде бойцы начали всё меньше думать о защите. И было довольно много ярких разменов ударами. Флойд непрерывно наступал на уставшего Коннора. Флойд явно пытался закончить этот бой нокаутом, но как мы видим, Коннор способен держать удар. В девятом раунде бензобак Коннора уже был на исходе. Флойд начал довольно жёстко прессовать Коннора. К середине раунда Коннор поплыл. Флойд, как хищник, который почувствовал кровь, просто начал охоту за нокаутом. Но Коннору всё же чудом удалось пережить этот раунд. В десятом раунде Коннор попытался применить нестандартную тактику, но это ему не помогло. Флойд просто-напросто начал избивать Коннора. И судья был вынужден остановить этот бой, чтобы Коннор не упал на настил ринга. Хотя и Коннор посчитал эту остановку преждевременной, но, честно говоря, шансов на победу у него уже практически не было. Довольно ожидаемая концовка боя, но всё же надо отдать должное Коннору за попытку. Флойд закончит карьеру с идеальным рекордом 50 побед и ни одного поражения. А Коннору пора возвращаться в ММА и доказать, что он является неоспоримым чемпионом UFC в лёгком весе. Редактор субтитров А.Семкин